Друзья, сейчас везде растет одуванчик. Я подумала, что бы такое можно было приготовить из него. Кроме того, мы еще кое-что нашли. Мы заметили место с саркосыфами. Пока они были маленькие, мы их не трогали. Вот сейчас они подросли. Ну, вот этих малышей мы трогать не будем. А те, которые побольше, мы так уже их и пособираем, друзья. Красота! Но по дороге домой что-то у нас не заладилось. Так, Иван-то Порышкин в очередной раз провалился в болото. А где грибы? Грибов не нашел. Зашли в какую-то топь. Где? Так, носок не мокрый? А-а-а! Ау! Что, все, мокрый носок? А думала, как? О! В болото. Где грибы? За этой оказией мы, к сожалению, растеряли половину грибов. Да к тому же еще и ураган начался. В общем, со всех ног мы понеслись домой. Часть собранных грибов мы так и не нашли. Поэтому пришлось готовить из того, что у нас осталось. Итак, поджариваем лук. И, друзья, внимание! Чеснок на растительном масле. Добавляем наши саркасцифы и порезанный одуванчик. Нам надо это все немного потушить. Для этого мы добавим воды и будем периодически помешивать. Добавим соль или соевый соус, что вам больше нравится. Можно немного поперчить. Итак, после хождения по лесу, скитаний и лишений, мы, наконец, сели ужинать. И нас ждала куриная грудка и замечательный наш тушеный одуванчик. Вы знаете, блюдо оказалось восхитительным. Настолько вкусным, что мы решили просто включить его в наш каждодневный рацион. Более того, с моим мужем стали твориться какие-то неслыханные вещи. О, в нем какая-то сила проснулась. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. А ну-ка, рвони! Ты что, папа? Ты сейчас из военной части прибегут и нас арестуют. Спасайся, кто может. Вот какие сверхъестественные силы скрыты в обычном одуванчике.